Друзья, всем привет! Это Федерация Шахмат Москвы. Мы рады вас приветствовать на нашем очередном интервью. Я думаю, что вы все соскучились по этой нашей рубрике. У нас сегодня в гостях известный московский тренер, арбитр ФИДа, заместитель директора спортивной школы юности Москвы Евгений Решетников. Мы очень рады, что он сегодня к нам пришел в гости. И, конечно же, сегодня мы зарядимся позитивной энергией и пообщаемся, узнаем все тонкости тренерской работы, о которых нам сегодня Евгений и расскажет. Евгений, здравствуйте! Сначала здравствуйте! Рады видеть вас в гостях. Вообще, как настроение? Спасибо, что пригласили. Да все в порядке, лето. Настроение хорошее, по-моему, отличное. Как проводите вообще это лето? Много ли работы, много ли учащихся сейчас занимается? Ну, сейчас занимается, вот, конкретно сейчас не очень много, но занимается. Школа работает. У нас где-то в половину с ней мы работаем. Вот, работали весь июль, весь август, июль был. В отпусках практически все. Вот, команда, сейчас играет команда первенства России, Ярославля. Потому что, ну, работа идет. Ну, конечно, меньше, чем в учебный год, в сентябре, по-моему, безусловно. Ну, что-то есть. То есть время чуть-чуть на себя тоже остается? Да, слава Богу. Я думаю, что нашим зрителям, конечно же, в первую очередь, хотелось бы с вами поближе познакомиться. Все вас уже знают давно, как состоявшегося тренера, да, достаточно известного в Москве и во всей России. Но я думаю, что мало кто знает, как начинался ваш путь, именно путь в шахматы. Как вас вообще занесла судьба в этом вид спорта? Ну, немножко давайте покопаемся с самого начала. Весь это действительно интерес нашим зрителям. Ну, попробуем. Я не игросмейстер, конечно, не чемпион чего-нибудь. Вот, давайте расскажу. На самом деле случайно попал шахмат, абсолютно случайно. То есть в те времена, когда я начинал, это была такая середина бурных 90-х, так, лихих 90-х, как говорят. Вот, и по сути, что было ближе к дому, туда и отвели. Вот, причем отвели довольно поздно, то есть в 10 лет пришел только. Сейчас мы, к сожалению, вынуждены 10-летних не принимать, мы им отказываем, если ребенок пришел с нуля. Настолько все сурово у вас происходит? Ну, и суровый перебор большой, откровенный у нас перебор. То есть много желающих, там, 6-7-летних. Вот, и когда приходит ребенок 10-летний, ну, просто его уже некогда даже подключать. Вот, а в те времена было гораздо все проще. То есть в 10 лет я пришел, еще так не спеша как-то раскачивался. Вот, а лет в 12, да, что-то перещелкнуло. Что-то стал как-то книжки читать одну за другой проглатывать, да, играть где можно, нельзя, интернета-то не было. Ну, и так вот постепенно, ну, прям шахлата не отпускает. То есть больше и больше затягивало. Вот, есть одна была такая проблема, которая, думаю, сказалось, что может что-то не достиг, чуть большего. Я сам из Ленинграда. Вот, он сейчас-то отрезан, да, тут все новости слушаю и читаю, да, там, слегка заблокированный регион. Вот, ну, и тогда была похожая ситуация, то есть нам было проще съездить в Варшаву, ну, туда не было денег, чтобы съездить, да, чем поехать в Россию, да, играть там. Вот, поэтому, к сожалению, калилиграфские шахматисты, они всегда немножко так на острове живут, вот, сами с собой играют, и мало кто оттуда вырывается. Но примеры есть. Ну, вот, играл-играл, занимался-занимался, повезло. С тренерами очень повезло. Прям каждый, вот, кого я помню, каждый вложил что-то свое, вот. А после окончания школы приехал в Москву, поступил, ну, тогда называлась РГАВК, Российская государственная академия физической культуры, сейчас он в ТСАЛИФ, вот, поступил туда, закончил его, и параллельно, пока учился, уже стал работать тренером. Ну, я думаю, что какие-то все равно промежутчатые результаты были, да, которые бы, ну, может, как-то мотивировали хотя бы на дальнейшем тренировке. Ну, да, были, конечно, ну, там, чемпион области становился среди юношек. На России я был однажды третьим, был очень приятный турнир, ну, тяжелый, приятный, конечно, такие воспоминания. Вот, Северо-Запад выигрывал, ну, что, вот из таких юношеских, был турнир такой, он неофициальный, в Пордунске проводился, среди команд, ну, как сейчас проводится, команда Перевенства России, среди книгов, то же самое было в Пордунске, там, там, 40 команд, московские команды играли, и мы поехали в сборную Калининградской области, вот, и как-то первое место заняли. Приятно. Да, причем состав-то неплохой был, то есть, вот, по московской команде, например, я встречался на первой доске с Александром Захаровым, который сейчас этюд возглавляет, то есть, а он тогда уже был таким, солидным шахматистом, из-за 400, вот, то есть, там состав неслабо был. Ну, вот это вот, да, как-то, конечно, подталкивало заниматься. Был ли какой-то, вот, момент сомнения, вот, в плане выбора образования? Все же пойти, вот, в Академию физической культуры и спорта, это, ну, все равно какой-то серьезный выбор, то есть, да, может быть, вы понимали, что какой-то прям суперспортивный карьер, там, допустим, уже, ну, не получается, да, построить, но обычно, да, все равно мы там все сомневаемся, плюс родители там могут сказать, что, ну, там, ты иди куда хочешь, да, или, ну, ты что, какое физкультурное образование, может быть, там, ну, куда мальчики идут, там, да, в технари, там, да, вот, на юрист, там, поучиться, или вот все, вот, шахматы, это вот то, чем я хочу заниматься. Да, именно так и было. Не знаю, к сожалению, не перечаясь, там, особенно, там, для мамы, но, да, именно так и было, то есть, классы с девятого, как-то я себя не воспринимал по-другому, но вот, как раз хочу сказать, что, когда ехал поступать, еще надежда, что что-то спортивное будет оставались, то есть, это не сразу пришло, что понимание, ну, наверное, что, да, гроссмейстеров места, что-то там не достигнуло, в тот момент еще какие-то были надежды, мечты, вот, огромное спасибо, как на русском, прям, огромное спасибо маме, ну, потому что сейчас вот я сам стал, да, взрослым человеком, я так сказать, вот, оборачиваясь, то, что она, конечно, в тот момент сделала, это был 98-й год, дефолт, и то, что она меня отпустила, снарядив сумку и сказала, ну, езжай, да, твоя жизнь, ну, это дорогого стоит, да, то есть, я вот еще не знаю, когда мои дети подрастут, смогу ли я так просто сказать, ну, хочешь ты там, не знаю, в Владивостоке учиться, ну, давай, не уверен, вот, да, она поступила, муж, можно сказать, вот, а вот осознание того, что я перестану играть и стану тренером, ну, вот она не сразу пришла, там, где-то еще год, полтора ушла на перестройку в голове. А вот это вот, как, кстати, вот происходит вот эта вот перестройка, то есть, ну, насколько мне, так сказать, видится, да, что все равно вот это вот спортивное образование, оно включает в себя, то есть, ну, как бы там, и занятия, и другими видами спорта, да, то есть, там и педагогика, конечно же, должна быть, да, то есть, ну, и все равно там готовят именно спортсменов, то есть, получается, ну, какие-то же шахматные тренировки были, просто мне кажется, что вот в те годы, как раз-таки, вот именно, может быть, на сами шахматы был больше упор, нежели на педагогике. Нет, наверное, нет, все-таки. Мне предупреждали, что там, как бы, на самом деле, спортивной карьеры-то не будет никакой, чтобы больше готовить тренеров, в общем-то, так и было. Да, мне повезло, что я учился в те времена, когда, ну, кафедра была какой-то невероятной посилия, то есть, перед нами, например, учился, Александр Ластин, да, чемпионат России, Батрос Амбур, который сейчас в Канаде, после, ну, я уж не говорю, там, еще чуть раньше, там, Балаган, и Федор, кто угодно, после нас была, Саша Хостинев, Владимир Клоткин, да, то есть, у нас, кстати, был курс «Самый слабый», так как правильно говоря, в шахматном плане, то есть, у меня было 2-300, еще пара человек было 2-300, Андрей Девят, как раз вместе, буду еще с нами учился, наш курс считался таким, в шахматном плане «Самым слабым». Занятия были по шахматам, безусловно, много лекций, Дворецкий приходил, Морозевич приходил, Балаган, но все-таки, в массе своей, наверное, больше именно на тренерство. Вот Сергей Герклудович, Грабазов был старшим преподавателем, он, показывая какие-то примеры, все-таки старался до нас донести, как вы это собираетесь показывать детям. Это, кстати, очень интересно. Ну, это на самом деле непросто, потому что, вот даже взять начальную позицию, пешечку кручу, мне его слова хорошо запомнились, он говорит, вот вы себе представьте, вы-то знаете, что это хороший позицию, а вот так вот начинающий ребенок, непонятно вообще с чего начать это. Ну, а почему так, да, ну а почему-то так, собственно. Вот, и вы ему должны это объяснить. Вот, вот много было именно лекций направленных на то, как объяснять. Потому что, наверное, те, кто хотят поступить в кафедру шахмат, нам должны отдавать себе отчет, что, да, это все-таки больше про, наверное, все-таки больше про педагогику, про тренерство, чем про спортивные результаты. Угу. Интересно. Нет, но есть патегория, там, условно, там, Саша Костыня, Александр Горячук, да, то есть, ну, у них был режим наибольший блокпоряствования, вот, что тоже правильно, да, люди должны делать то, что у них хорошо получается, у них хорошо в шахматы получается играть, у меня не так хорошо, как у них, поэтому, мне пришлось и плавать, и бегать, и все это делать. А вот, вот как раз вы говорите, что получилось, что где-то прошло полтора года, то есть, ну, вот мы, допустим, закончили первый курс, первый курс, ну, еще такой, ну, там, втягиваемся, это новая жизнь в Москве, общежитие, все прелести жизни, куча, наверное, общеобразовательных еще предметов, да, обычно на первом курсе, и вот уже, как бы, на втором мы потихонечку уже знакомимся, ну, уже такой более узкой какой-то, да, специальностью, то есть, куча уже, наверное, каких-то таких общих, там, шахматных, наверное, предметов, там, практика какая-то привезла, вот, интересно, как произошел, как раз-таки, вот этот вот щелчок, вот, именно с перехода, да, с игровой практики на тренерскую деятельность, и вот, интересно, это было, вот оно как-то само по себе, или это вот как раз на фоне того, что, ну, может, я стану кроссмейстером, да, ну, может, я там тренером буду лучше, или, о, мне кажется, что тренер, это то, чем я должен по жизни заниматься. Нет, ну, в любой шахматист, спортсмен, наверное, хочет, когда, особенно, ты турнир играешь, да, ты же думаешь все-таки о партии, тебе интересно это, но там были как-то, сейчас скажу, постепенно шоу к этому, вот, помню, прямо отчетливо первый турнир, мастерский, до сих пор своим ребятам привожу в пример, вот, я приехал, был третинг России, ретинг там, 2300, и казалось, я ему, не, мне казалось, что я уменьшаю, шахматую, так, что-то двигаю, причем, это был какой год, 98, 2300 было прилично, вот, и вот, меня запускает в турнир, в сторону между одного мастера, и я не знал, когда он закончится, то есть, я просто, ну, меня возили мордой по доске, извиняюсь, кто хотел, как хотел, вот, два стола из 11, я набрал, вот, и понял, что, елку-палки, учиться еще многому придется, да, то есть, и особенно вот этой устойчивости, как бы, психологически, то есть, рассыпался, вот, следующий турнир был уже легче, пять с половиной, там, из 11, как-то немножко в себя пришел, но, в общем-то, было понятно, что, когда тебе уже 18 лет, и ты, ну, борешься, там, плюс два, плюс три в турнире, снова мастер, ну, в итоге один балл я взял, с болем пополам, в одном дворохлоте мне там не хватило, даже не полочка, там, одной сотой очка не хватило, до перфоманса, и ты прекрасно понимаешь, что ты борешься за вот это звание, а твой ровесник, ну, условно, Владимир Паводкин, а он в это время уже играет на совсем другом уровне, вот, то есть, это нет, ни сайта никакая, это, ну, просто было понятно, что, ну, чего-то не хватает, или, может, время было упущено уже, где-то раньше, вот, и так вот постепенно, да, а тот, ну, 90-е, да, до холка, это вот, время 98-99 год, что-то кушать-то надо, вот, и как-то, само собой, пошел, попробовать себя тренировать, ну, и на самом деле, как-то затянуло. Это вы куда-то в школу пошли? Сначала пошел, да, в обычную школу, такой стандартный путь тренера, на самом деле, все обычно попадают в обычную школу, кружок, ничего такого серьезного, вот, а потом, тоже случай, же сейчас подкидывать какие-то сюрпризы, я пришел, конец 98-го, нет, пришел 99-го года, был, рапид-турнир, в шахмат-клубе Мипетросян, где я сейчас работаю, я пришел туда просто поиграть, вот, пришел, поиграл, так посмотрел, мне понравилось, ну, у меня даже не было мысли, что я буду работать, и когда я через полгодика примерно пришел на удачу, спросите, нет ли случайно места, вот, я был уверен, что меня не возьмут, вот, ну, как-то так сложилось, так я, ну, попробуй, и вот, там уже, да, там и дети интереснее, потому что это не кружок, ну, профессиональный мест, да, там и дети интереснее, окружение, тренеры вокруг, очень сильные, и как люди, и как тренеры, и вот эта атмосфера, да, она сразу, вот, затянула, да, вот они как раз эти вот, год ушел, да, как говорится, на первый курс, там, на втягивание, а вот где-то в середине второго, я уже, а как вот это вот удалось совмещать, вот, учеба, все же это вот сейчас, кажется, нам, так сказать, представители чуть-чуть помладше поколения, что, ну, университет, ну, там, может быть, что-то прогулять, там, здесь что-то договориться, где-то, а вот в те годы, то есть, в университете же как шли навстречу, что это какая-то практика, там, или, ну, по-разному, были преподаватели, которые шли, были, которые нет, но тут, наверное, такой потом по жизни какой-то принцип, что ли, то есть, если ты хочешь, не знаю, где-то соскочить, ты должен, в какой-то момент сделать больше, вот, и, то есть, так я понимал, что где-то я буду пропускать, значит, там, где я буду присутствовать, мне нужно выложиться, да, то есть, не знаю, реферат, ну, пусть это будет, реферат такой вот, огромный, да, то есть, если это будет ответ, ну, пусть это будет ответ нормальный, и когда тебя, там, раз, два, преподаватель видит, что с тобой все в порядке, когда ты на четвертый раз пропускаешь, в общем-то к тебе претензий нет. И то же самое было, ты даже много спортивных дисциплин, бег, плавание, ну ты никуда не денешься, тебе нужно это знать. То есть хочешь не хочешь, но мыть придется, да? Ну если ты не гроссвейцер, не чемпион мира, ну да, пропустить придется. Ну кстати, неплохо. Да? В общем-то, ну а почему нет? Ну вот так, сейчас мы немножко поглядываем с завистью на тех, кто на самом деле пошел туда учиться, потому что физическая подготовка к спортсмену, конечно, больше Ну до сих пор я чувствую, до сих пор чувствую, что вот это вот, нет, я и сейчас там занимаюсь, но дело не в этом, что вот какой-то запас там дали классный, причем вот такой разнонаправленный, тебе и волейбол, и лыжи, плавание, нет, нет, до сих пор не было, но вот эти и футбол, и все, и баскетбол, и еще больше гимнастика. Красота прям. Да, друзья, вот мы... Ну расплачиваешься, да, каким-то шахматом, ну наверняка расплачиваешься, да, понятно, что если ты хочешь быть, ну не знаю, вторым карасом, попасть в сборную России, ну наверное, да, не туда, идти скорее всего, по-честному. Вот, получается, девяносто девятый год, мы заходим в клуб имени Петросяна, просто задаем вопрос, да, вот можно ли у вас немножечко поработать, и неожиданно слышим, да, вот в тот момент, вот какие вот были ощущения, что вот мне вот реально оказали такое доверие, да, реально поработать в классном месте, и с кем вы начинали вместе работать, то есть вообще, кто взял вас под крыло своё, то есть с кем начинали работать? Ну, тогда у нас был директор спортшколы такой, Берёзов Лёв Львович, мастер спорта СССР, Чукро Наталья Николаевна была заместителем, вот она сейчас у нас директор, да, то есть вот с того времени, в общем-то я с ней их сговору вел, вот, но, наверное, таким самым главным шахматным человеком, тот, который вообще брал под крыло, ну, всех тренеров. И детей, да, ну, это Людмила Сергеевна Биланец, да, которого не стало недавно, вот она, даже у нас вот последнее наше такое тренерское приобретение, вот Павел Кузуб пришёл после «Рубка» к нам, вот, и тоже она его, в общем-то, по-своему опекала, интересовалась его какими-то вещами, вот, то есть, кто у нас ещё был, потом у нас чуть-чуть похоже была, в чём за первичек метр, небезызвестный на московской публике, вот, коллектив был такой довольно дружный, то есть у нас, в общем-то, до сих пор дружный коллектив, но вот Людмила Сергеевна таким было, конечно, связующим взрывом между всеми поколениями, это, ну, не добавить, нет, нет, ничего нельзя, то есть это факт. Да, грустно очень это, но, с другой стороны, да, вот такие люди, как она, действительно, наверное, дарили вот эту надежду, да, и вот эту связь, которая между всеми… Ну, она, даже если ты ошибался, я помню, был такой момент, ещё компьютеры появились, ну, в тот момент не так активно, они распространялись, какой-то год, скажем, 2003-й, может быть, у меня сейчас своего компьютера, например, не было, но у нее была только небольшая ноутболка, она делала жеребьёвки, ещё была старая-старая программа жеребьёвочная, там, надо было всё как-то… Всё! Кротиками какими-то, там, вбивая, да, не так, как сейчас, там, подгрузили, подгрузил, там, в интернет выбросил, и, в общем, был момент, когда, вот, идёт турнир по быстрым шахматам, я, короче, никуда нажал, я его стёр, этот турнир, на какой-то там F4, F3, я уж не помню, он просто идёт турнир, ну, вот ровным счётом ничего, всё в порядке, сейчас разберёмся, всё сделаем. То есть там как-то выкрутились из положения, не знаю, там, перевели турнир на ручной режим, я, конечно, там провалился под все полы сразу, то есть там, мне лица не было, но она вот как-то тут же не дала понять, что, ну, как же ты вообще такой, где отсюда, нет, то есть вот спокойно, да, всё хорошо, сейчас всё сделаем, вот такие вещи, они, да, очень здорово помогают на работе, ну, ты чувствуешь поддержку. Получается, что вот мы начали работать, получается, уже в школе Токрасяна, параллельно учились, да, то есть это 5 лет, да, обучения специалистов? Да, закончил в 2003-м, да, 5 лет, потом поступил в аспирантуру, ещё 3 года. Вот, кстати, интересно, а как вот не защищали диссертацию? Минимум сдал кандидатские все, а диссертации так и не дашь было. А чем отличается обучение вот в аспирантуре? То есть это же уже, получается, какая-то научная действенность, да, идёт? Ну, да, конечно, быть честным или нечестным, то есть, ну, давайте по-честному, если, то, ну, всё-таки вот такая научная деятельность в сфере шахмат, она, конечно, очень специфическая, так скажем, если не ограничена, да, то есть, я когда вот читаю, ну, вот, скажем, среди учителей, да, каких-то есть мероприятия, конгрессы, я смотрю на тему, у меня уже тоскиёт становится. Я понимаю, что это, вроде, всё правильно, всё-таки должно быть, но мне кажется, чуть-чуть всё-таки подтянуты за уши. Вот, то же самое аспиратура вот на кафедре шахмат, она должна быть, то есть, надеюсь, не будут слушать руководители там образований, венспорта и так далее, то есть, по-моему, не разонёсся, там, инцитаты, вот, пусть будет аспиратура, люди должны учиться, но, в общем-то, это притянуто за уши, то есть, очень трудно, педагогический эксперимент вообще вообще не существует, как бы, да, то есть, очень трудно. Вот, я помню, что у меня была тема новой технологии, что-то в этом духе, то есть, тогда ещё компьютеры только кто-то. Ну, как раз, но за то, хотя бы было за что подвязать, то есть, там же технологии-то и появились сейчас, да? Да, технологии появились, но они-то появились, но, чтобы написать какую-то диссертацию, они должны быть у тебя под рукой в том количестве, которым нужны, то есть, не один компьютер у тебя дома, а ещё чтобы… Ну, да, в этот потыкаться, в тот, в этот, нельзя. Да, должно быть там, вот у тебя группа 15 человек, они все должны быть с компьютером, тогда есть какой-то смысл. А так, я, ну, что-то писал, да, там, какие-то, даже у меня сохранились где-то. Но в какой-то момент понял, что, ну, явно какая-то профанация, если быть честно. Вот. Ну, зато все равно получили, получается, как бы, высшее образование, да, то есть, кандидатский минимум, все равно, так сказать, и галочку поставили, да? Маме привет передали, что все, я все осучился, я все сделал. Ну, и в конце концов, так, ну, может быть, в тот момент было просто интересно, да? Ну, то есть, дальше продолжить такую работу. Да. Так, ну, хорошо. Когда пришли первые тренерские успехи? Тренерские успехи. Ну, я думаю, что вот первая победа ученика – это вот все же какой-то такой очень важный момент, это важный гештальт, который тренер все же должен закрыть как-то перед собой и вот может двигаться дальше. Ну, вот я когда пришел, то есть, я в 81-м году, у меня были ребята первые, вот первая моя группа, там был 89-й, 90-й, 91-й год в основном. То есть, они меня младше всего, как было, 8 лет. Тут так получилось, что вот в этом году меня как бы составили, осталось с шахматным дедушкой, то есть, ко мне мой вот ученик из этой первой группы привел ребенка. Вот сейчас, да? Да, вот сейчас. То раньше, как Людмила Сергеевна исполняла роль, она все время рассказывала, это вот мой ученик, это вот мой там, и мы так, да, приводят свои детей, а тот вот ко мне привели. Ну, вот с той группы была невероятно сильная группа, как была, и может быть, она так и осталась у меня самой сильной, так объективно говоря. Ну, вот а кто из представителей этого? Ну, сейчас, наверное, мало кто помнит и знает, но, в общем, была Яна Гуцеляк, которая была призеркой Москвы среди девушек, очень прилично играла, была Яна Никс, чемпионкой Москвы, была Ксения Каратеева, ну, вот у нее было много феноменальных каких-то способностей, похвалью ее, если слышно, была чемпионкой Москвы на России. Для меня лично она вот установила каких-то несколько рекордов. Она в первой лиге, например, стартовала 2 из 4, потом около 5 партий подряд. Причем в каком-то таком стиле она вообще любила жертвовать, что для девушек, кстати, не часто, редкость. Ну, например, Гриша Апарин, она в свое время пожертвовала Булкани. Вот. То есть, вот так, Гриша Апарин сейчас Гроссмейстов. Когда он был, конечно, младше, она чуть-чуть старше, там, на 3 года ему. Вот. Ну, вот она ему Булкани пожертвовала. А один из учеников, когда она ему поставила мат в Пешищем, он сказал, да что ж такое-то, ну, вот она уже и в Пешищем мат, она же в Пешищем отстает. Ну, вот эти вот, да, вот эти ребята, ну, вот эти первые успехи, чуть попозже Юрий Алексеев принес, конечно. И, да, это явление в моей тренерской, как бы, деятельности. А вот, ну, в целом группа, наверное, была вот, вот эти ребята 91-го года, там, теперь 94-й, наверное, вот самые сильные как группа. Угу. Из мальчиков кто? Ну, вот, получается, Юра, это уже 96-й, да? 96-й, 99-й год, Егор Ковалев был чемпионом Европы по быстрым шахматам. 95-й такой Саша Антонов, ну, кстати, он такой приличный шахматист на самом деле, по 2-3, сколько он до сих пор играет. Вот. Ну, это сейчас, правда, за Германию, там, но он учился в приличном вузе, хорошее образование, физик. Так, из мальчиков, ну, это могу сказать сейчас сразу, кто-то может обидится, кого-то не вспомнит. Карина Иванова тоже. Ну, тоже, наверное, мастер-фиты, там, да? Да-да-да. В медицине, вроде бы, да, где-то. Она учится, там, очень фундаментальная медицина, там, что-то такое. То есть, ну, я так вот немножко на ус себе намотала, что что-то попахивает, что девочек-то больше было, да, получается, да-да. Тут есть и объективные. Интересно. Я не могу сказать, что, опять же, какие-то у меня там тренерские, не знаю, способности или еще что-то, но это так, опять по-честному, да, ну, у девочек конкуренция поменьше, полегче, да. Поменьше, ой, извините. Но, да, я согласен, нет, совершенно точно, согласен. Вот, у меня, например, сын с фигурным катанием 5 лет, и вроде там мальчик почти ничего, но если ты хочешь медаль, ты должен тоже там упахиваться так, ну, то же самое в шахматах у девочек. Да, наверное, девочек побольше было, не знаю, что я знаю. Нет, ну, здесь как бы может девочке больше тоже доверять, да, может быть, кстати, вот интересно, вы жесткий или мягкий тренер? Мягкий. Мягкий, да. У меня потому, что все мои тренеры, которые у меня были, они все мягкие были, на самом деле, да. Ну, это как-то передалось, да? Оно, видимо, передалось, да, по такому шахматному наследству, и, ну, наверное, я и сам в это верю. Ну, у нас вот как было домашнее задание? Я до сих пор не воспринимаю, когда мне родители говорят, вот вы ему сдавайте. У нас было задание домашнее такое, там, у тебя проблемы, не знаю, с изолированными пешками. И нам три... Сиди, вот, читай. Ну, примерно так это выглядело, то есть, а дальше, ну, если ты хочешь, ну, тебе интересно, ну, смотри, ну, не хочешь, ну, что у тебя, как ты можешь заставить. Вот, или он нам давал, ну, например, тогда файликов не было, сейчас все на файликах, а тогда нам давал тетрадочку переписывать, у меня на спорте тетрадчике есть, там, по вариантам. Да. Вот. И он, ну, говорит, вот такой вариант, ну, хочешь играть, но он не учит. Все, никто потом тебя не проверял, тебе проверит противника, когда ты сядешь играть, и если ты что-то забыл, ну, извини. Ну, смотри. И вот это, наверное, у меня отложилось, потому что, мне кажется, все-таки это добровольное дело шахматное. Чего заставлять ребенка? Ну, наверное, потому что я вот поздно пришел. Да. То есть, вот, в 10 лет я только пришел, в 12 стал активно заниматься, в 12 лет я уже понимал, что мне нравится, что я хочу. А сейчас при 8-летних, 6-летних. Ну, может, кстати, вот таких вот молодых им надо как раз-таки что-то, наверное, заставлять, что-то делать, чтобы не расслаблялись, так сказать. Ну, это да. Тут просто приходится. Ну, задачники с книжками, конечно, сложнее, читать там в 7-8 лет практически никто не будет. Вот. А задачка, конечно, решать туда. Ну, порешать, то да. У нас тут было недавнее интервью с двумя молодыми перспективными шахматистами. К нам приходил как раз-таки Коля Клейменов и Рома Шаджиев. Вот. Это было интересно было бы в плане интервью вот с такими маленькими кнопками, да, то есть тоже, так сказать, закрываем гештальт в Московской Федерации шахмат по всем фронтам. Вот. И я как раз у них спросила, как они занимаются. Ну, понятно, что в каком-то роде они, то есть, уникальные дети, да, то есть они безумно талантливые, показывают какие-то классные, крутые результаты. И я вот тоже так спросила, типа, как вы там, ну, занимаетесь, что делаете? И, значит, один говорит, ну, я там, ну, решаю заниматься с одним, с третьим, с четвертым тренером. Ну, кстати, что для меня, наверное, ну, скорее удивительно, потому что, ну, в таком возрасте, то есть, как бы, там, тут тренер, там тренер, ну, наверное, в нашем поколении, да, это было прямо совсем роскошью какой-то, да, ну, то есть родители, наверное, не могли себе позволить, то есть, там, и с тем позаниматься, и с тем тренером позаниматься, то есть, ну, и как бы тоже дистанционной работы никакой не было. Ну, вот, приходит, значит, один вот такой, а другой чуть-чуть повыше, и, значит, они играют, занимаются здесь, есть, там, еще вот тут вот, есть временно спорт, есть, там, еще временно какие-то хобби, и оба просто в один голос, ну, еще ультра-буллин на величестве поиграть. И вот эти дети, вот, как раз, вот, тратят какую-то, видимо, уйму времени, чтобы, вот, поиграть в интернете. А вот вы как относитесь к тому, что, вот, ученики, вот, ну, настолько, вот, допустим, погружаются, когда в шахматы, да, вот, вот сейчас, например, на современное поколение, вот, перед кампом будут поиграть, вот, ну, и особенно какие-либо искры. Нет, ну, я консерватор в этом плане, да, я вот до сих пор люблю живую доску, вот, то есть партию анализируем на доске, да, вот, слава богу, сейчас можно это совмещать, то есть, вот, обычно, ну, первенство России, допустим, мы анализируем с учеником на доске, а потом проверяем на компьютере, вот, и вот это вот я все время пытаюсь добиться, и, к сожалению, практически не могу добиться, огромный соблазн у детей и их родителей, вот, партия закончила, это жертвовать них не надо, вот, телефон достать, и пока уже, то есть, человек уже дошел до метро, уже понимает, где он ошибся, ну, проблема, что это дает, конечно, все эти вещи, наверное, быстрый результат, совершенно точно, то есть, ты быстрее что-то осваиваешь, больше решаешь, больше играешь, что понятно, наигранность какая-то присутствует, но вот внутри вот этот процесс анализа, он либо отсутствует, либо практически отсутствует, потому что все настроено на близ, есть, сейчас мальчик, который совершенно вылезает, просто все время блицует, вот, у него уже рейтинг поблизости на 300 пунктов больше, чем по классике, вот, с одной стороны, ну, вроде, да, полезно, руку он набил, не знаю, может обыграть там практически кого угодно, но все-таки мы по классике меряем, да, какие-то успехи, основные успехи, а тут сложнее, потому что рука дергается, надо как-то сразу сходить, что касается, вот, компьютера в целом, ну, он как костыль сейчас стал, ну, он же не объясняет, это вот мы можем на каком-то уровне, когда мы уже дошли, понять, почему компьютер предлагает такой ход, примерно почувствовать, да, а ребенок не понимает, он это воспринимает как данность, что, ну, вот, компьютер показывает, первый вид, значит, так надо. Да, то есть, ну, вот, сейчас процесс какой-то тренировки, вот, пошелкать, да, клавишу, посмотреть линии, то есть вы, как раз, так сказать, отстаиваете еще через шапку доски, что давай поработаем вот так, да? Ну, пока еще так, да, пока я с собой вожу доску. Нет, безусловно, вот дебютные файлики, да, те самые присоединенные, там сейчас без них, да, какие-то вещи. Ну, вот у нас был случай, на прошлом команде «Ареста России» у Стефына Погасяна сломался компьютер, накануне важной партии, и он попал… Знакома. Да, да, да. И он на следующий день аккуратно попал по дебюту, вот, то есть так. Потом выяснилось, что после партии, он, говорит, что стали разговаривать, да я, говорит, вот замыл, как-то. Ну, вот сразу возникает, вот у меня, как человек, который не вырос с компьютером, да, у меня сразу возникает несколько вопросов, вот. Ну, во-первых, если он сломался, может, как-то попытаться решить, как-то дистанционный файлик откуда-то, не знаю, на другой костюме. За себя, да? Это первый. Второй момент такой чистый, он практически и шахматный. Ну, условно, да, сломался, забыл, что-то еще. Ну, тогда, может, избрать какой-то другой вариант, который не такой острый. Понадежь. Как-то свернуть, да. Ну, белыми, там, не знаю, кони в 3-шу-3, допустим, пошел, как-нибудь, да? Ну, условно. Ну, условно, да. Ага. Любимый Лондон, сейчас семья какой. Лондон. Д-4 кони в 3-шу-3, условно, 4, и все вроде ничего. Черными, конечно, сложнее это исполнять, вот, но все-таки тоже, наверное, можно какие-то варианты найти. Не обязательно есть какой-нибудь, да. Если это забыл. Вот. А тут паника, да? А тут вот, ну, не то, что, да нет, даже не то, что паника, и как бы я, ну, на самом деле, степь, играть сильнее меня, безусловно. Вот. Ну, вот именно со стороны, да, вот как тренер, да, который все-таки побольше немножко в шахматах, да, вот вроде мне эти, ну, выход из этой ситуации, вот он как-то видится. А тут получается, что все, или ты с компьютером, или ты рассыпаешься. Ну, я думаю, что это случайно безусловно состояние. Да. Действительно, хорошо играет, и все будет нормально. Да. У меня тоже в памяти врезался такой интересный фрагмент, вроде бы, не знаю, конкретно ваша воспитанница или воспитанница школы, Катя Борисова. Играла с ней партию в прошлом году. Да, Катя отдельно. Вот моя. Вот. Значит, в прошлом году играю с Катей на команду «Чемпионате России», и у меня ночью ломается ноутбук. И я, как бы, в принципе, понимаю, что я играю белыми. Я примерно знаю, что Катя может сыграть в дебюте, то есть какие-то направления, что-то я там посмотрела, изучила. Но меня настолько охватила эта паника, что вот мой малыш мой сломался, мой компьютер, там же фоточки, там, не знаю, со свадьбы, со выпускного в школе. Боже мой, что я сейчас буду делать? Значит, я сидела там до 7 утра просто с этим компьютером, пыталась его включить, у меня ни черта не вышло. Естественно, я вышла на партию просто вот абсолютно в мыслях даже не о том, что это партия. Ты, естественно, проиграла, ну, то есть развалила сама себя. Вот. И это был действительно шок. Вот то, что ты потеряла вот эту, не знаю, вот эту машину, вот эту твоего помощника. Ну, особенно, когда еще все же работаешь с тренером, да, на дисконсионке, да, то, ну, тяжело все же как-то без копа. Вот. И Стефан, так сказать, немножко понимает, да, что здесь может быть еще какая-то боль такая отложилась. Ну, да, кстати, вот Катя же у вас, да, в школе сейчас занимается, да, до сих пор. Вот. Вот. Она у вас или, да? Да. А кто? Ну, она была долгое время у Артема Циферовича Ахлетова. А когда он от нас ушел, сколько? Ну, это уже давно, много лет назад, вот. Ну, она попала ко мне. Ну, там больше даже не то, чтобы шахматно, а какие-то околошахматные вопросы. Ну, вот мы сейчас безведомы награды. Нет, но это тоже полезно, конечно. Давайте немножечко назад откатимся. Вот в какой момент прям вот совсем, наверное, прекратили играть? Вообще, вот, когда там был сыгран, не знаю, последний классический турнир? Классический турнир был, да, уже очень давно, 10-12 классический турнир. Ну, именно когда играть, я недавно, Максим, вот, судили мне из турнира с Максимом Латиновым, как раз рассказывал эту партию, я вот прям четко помню партию, позицию, когда я понял, ну, все, да, отыграл то свое. Потому что, когда это был Москопен, я играл с пенсионером, он со мной сыграл Б4, прекрасный турнир, причем я знал, что он будет играть Б4, я даже наметал схему какую-то, как я буду расставляться, получил классную позицию. А потом у меня встал выбор, там был длинный ряд, в общем, я выиграл качество, но после того, как я выигрываю, что-то… Какая-то острая позиция? В общем, она не то что острая, я понял, что она у меня что-то не очень… что она, видимо, плохая. Вот. То есть с качеством, но похоже, да? Да. Но там надо было найти пару точных ходов за него, я их видел, прям все отчетливо помню. И в какой-то момент сижу-сижу, уже минут 25 потратил, думаю, не, ну не найдет. Ну ладно, все, там качество в руках, а там, ну, доходит вот эта позиция, человек поднимает эти два, там пару ходов, и у меня просто все рассыпается, вот. И тут я понял, что, скажем, лет 5-6 назад я бы себе такое не позволил. Угу. То есть вот этот вот момент, то есть мне было, ну, лень, что ли, то есть, как это… вот, я уже вот плюнул, то есть, когда я играл сам, вот так, вот когда-то за мастера этого пресловутого боролся, да, там международного. То есть я, конечно, такие вещи не позволял, тут я понял, что ну все. Хватит, да? Отыграл свое. Ну, звучит, конечно, немножко грустно, да, но все равно, мне кажется, что в шахматном мире все равно у нас у каждого какая-то своя роль предназначена, да, потому что ни один спортсмен без хорошего тренера, ну, хорошего спортсмена не станет, так что, может быть, как раз вы и вовремя свернули для того, чтобы вот вырастить в плеятах каких-то молодых этих спортсменов. вот, так что записываемся на курсы мотивации Федерации шахматов в Москве обязательно. Вот. Очень, кстати, интересно поговорить, ну, немножко именно о самой тренерской работе, потому что мне кажется, что у шахматного профессионала, ну, в какой-то мере могу себя пока еще назвать, да, ну, какая-то карьера продолжается. Например, вот искренне вот непонятно, вот как вот тренер вообще вот, не знаю, вот пытается найти подход к своему спортсмену, да, как распознать вообще талант в человеке. Вот что вот, например, первым делом должен сделать тренер, когда вот перед собой видит шахматиста, который вот «Привет, я хочу с вами заниматься». Я хочу с вами заниматься. Ну, пожалуйста, там, да, вот возьмите танцы. Ну, так все-таки не так часто происходит. Так происходит прямо совсем в начинающем уровне, да, когда пишут там письма, что вот, а вот хотели бы прийти, вот хотели бы на просмотр, еще что-то. Если приходят люди уже с рейтингом, ну, там все, например, мы поняли, мы будем это понятен, и просто ребенка мы подключаем в какую-то группу. Вот в течение года происходит. В прошлом году у нас из Ростова девочка приехала очень приличная Катя Федоренко, вот. То есть по рейтингу понятно, там пару партий посмотреть и тоже все ясно. Вот. Как подход. Ну, а что тут? Нет, секретов прям фирмы мы не открываем, конечно. Да нет, нет секретов. В том-то и дело, что я как раз стараюсь родителям объяснить. Вот когда вы слышите какие-то секреты, методики, это… Маркетинг, да? Да, надо бежать, да, надо бежать с таких мест, потому что какие-то методики. Вот те позиции, да, давай, ну, какие-то те, опять же, мы сегодня будем вспоминать, там, взлевная пешка, да, вот мы проходим взлевная пешка. Ставим, обсуждаем, решаем. То есть вот, ну, наверное, главное, что я пытаюсь, стараюсь, с Людмилой Сергеевной, ему много было, они сообщались, я видел, как она занятия ведет. Вот надо попытаться вот как-то раскачать ребенка, то есть, да, вот общением, какими-то вопросами, наводящими, потом ребенок расслабляется и уже начинает с тобой взаимодействовать, ну, практически как на равных. То есть ты должен быть, в общем-то, на равных чуть-чуть выше, ясно, что не надо там опускаться. Привет, Паша. Привет, Маша. Вот, но когда вы начинаете обсуждать, оно получается само собой, никаких секретов нету. То есть они тебе кидают какой-то вариант, ты с ними обсуждаешь, споришь, может быть, пытаешься доказать. Не так просто, кстати, да, потому что молодые хорошо считают. Да, доказать сейчас вообще непросто. То есть вроде как ты понимаешь, что свой ход делал не стоит, а вот как это доказать, не всегда получается. Ну вот, опять же, возвращаясь, да, к компьютерному, к компьютерным делал вот этим вещам и проблемам. Вот сейчас это большая, ну, для меня проблема. Ставишь позицию, и тебе говорят, ну, конь в три. Ну что? Конь в три. Ну, конь в три, говорит, как ты дальше? Я говорю, ну, ты же считаешь как-то вариант. Ну, считай, Григорий. Ну, вот у них это нормально, потому что, как вот идет работа с компьютером? Ты ставишь ход, он тебе дает ответ и дает оценку. И у них это уже в привычку вошло. То есть, вот именно посчитать варианты и сказать, что вот так-так-так-так хорошо, а вот так-так-так плохо, это уже сложнее становится. Почему-то не слабые люди, то есть, в общем-то, грешат этим. Ну, как мне кажется, с нормальным таким шахватным уровнем, все равно на один ход, буквально. И предлагают тебе отвечать лучше. Ну, да. Это, конечно, сейчас проблема, но с другой стороны, посмотрим, может, вообще через лет двадцать. Ну, может быть, да, что-то. То есть, вообще там фульта актуальность, так зря это вообще непонятно не будет. А что касается общения с детьми, я стараюсь себе не забивать голову какими-то, да, вот этими педагогическими приемами. То есть, просто мы общаемся, ну, не то чтобы, ну, да, как-то на рамках, скажем. Нет, но они все равно же должны чувствовать, да, какой-то все-таки авторитет? Нет, 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 конечно. То есть, как бы само общение как бы происходит, да, в процессе такой? Это мы когда на выездных каких-нибудь соревнованиях мне часто рассказывать там, я тебя не спрашиваю, я же тебе просто говорю, что делать. А, кстати, вот когда на выезде заставляете там, не знаю, отжимации, вот всякого такого вот что-нибудь делать? Наказание там? Нет, опять же, я скорее мягкий тренер, вот, я скорее стараюсь их, ну, привлечь, вот, опять же вспомним Стефана, по Гасяну, в прошлом году, вот, на команду первенства России, мы с ним практически каждый день бегали. Т.е. мы с утра выходили, и там, я не знаю, там круг больше километра четыре, и мы там отбегали с ним, болтали, еще что-то. Ну, то есть, заставлял? Нет, конечно. То есть, ну, предложил. Захотел? Да, захотел, пожалуйста, побежали. Т.е. именно такой спортивный. Я как-то видел, не буду говорить, известный тренер, очень известный, как в ЛАО, что-то там, у него партию проигрывали ребята, и они бегали там, такая высолка возле четвертого корпуса, такая вот горка такая. Ну, наверх, да? Надо подняться. И вот он их там заставлял. Причем, я сам бегал там, то есть, я понимал, что он такой такой, тогда добежишь уже. Спасим, что есть, да? Я вот все думал, а как оно повлияет, не знаю. Вот если б я играл в шахматы, как оно в следующий раз повлияет? Ну, здесь, наверное, что что-то мне больше не очень хочется так бегать, да, я там, пожалуй, позанимаюсь, поиграю, да, но с другой стороны, силы высасывает. Ну, нет, методики здесь, конечно, у всех абсолютно разные, вот. Единственное, вот мы наказывали, можно так сказать, были, как-то у нас когда ланеря такие классические, мы выезжали там на три недели, вот там мы наказывали за что? Ну, скажем, парку по часу ставим, и вот если ты, я помню, даже форму такую мы вывели, то есть, если ты проигрываешь, мы от этого часа обнимаем время, которое ты продумал, и вот у тебя остается кругиво, как у стадиона. Вот. Ну, то есть, вот такая форму была. Мотивация или что-то такая. Вот тут, потому что, не то, что ты проиграл, дело не в этом, да, но если ты проиграл за десять минут, у тебя кучу времени, ну, посчитай, поработай, да, там, не, ну хочешь, пожалуйста, вот тогда побежали. Класс. Да, интересно. Ну, понятно, что вот эти вот уже, там, больше, чем двадцать лет, да, вот вы ведете такую достаточно активную деятельность, именно вот в школе Петросян. То есть, никто не пытался перетащить, там, другие какие-то места работают, и вот вы пришли, сели и все, больше не уходили. Сел и сижу, ну да. Ну, было время, когда параллельно работал в обычной школе, вот. Ну, в итоге я сам ушел, потому что, нет, там по деньгам было вроде все нормально, ну, вот, конечно, после спортивной школы, ну, мне это тяжело. То есть, нет, я могу вести урок с классом, но когда ты понимаешь, что из тридцати человек тебя слушают два, и еще три-четыре готовы тебя потерпеть, а остальным просто плевать, да. Ну, то есть, больше, вот, конечно, настроено на работу с теми, да, кто пришел вот именно за достижениями. Да, конечно. Совсем другое удовольствие, совсем другое ощущение. А как больше нравится, вот, в группе работать или индивидуально? В группе, да. То есть, вот, всех собрать, да, и... Ну, прям, всех так, ну, у меня группа 12 человек, то есть, все-то никогда не приходят, ну, человек 8-9. Ну, да, ну, это интересно, это интересно. Во-первых, ты видишь, что ты, ну, не знаю, не то, что бы вас требовал, но как-то аудитория это. То есть, это уже такая аудитория, да. Потом разные дети, разные восприятия той же, одной и той же позиции, разные вопросы, гораздо интереснее. Потом можно разыграть между собой. А когда ты, например, разыгрываешь с учеником, ну, либо ты должен откровенно где-то поддаваться, где-то там помогать. Смотри, как и у щенки тоже, конечно. Да. Конечно, могут и тебе навесить. Вот. Ну, тогда, кстати, тоже проблема, да, там, тогда твой авторитет, да, такой, не садишь, страдает. Поэтому, ну, в группе повеселее это все просто. Мне кажется просто, что далеко не у всех получается вести группу как раз таки, потому что ты, когда работаешь в группе, то есть, ну, все равно ты должен вести урок таким образом, чтобы, ну, все как-то сконцентрировались, да, там, все-таки и слушали, и вот именно, чтобы материал всем подходил, да, то есть, это же тоже не так просто. Потому что все-таки в индивидуальном подходе, ну, то есть, ты знаешь, что нужно ученику, да, какие у него там проблемы, да, но что ты в него одного вливаешься за весь этот урок, да, а вот как вот там сидит пять человек, там, не знаю, все талантливые и перспективные, и вот, что бы им сегодня вот такого вот показать-то, вот, вот, нет такого, как-то это все с годами, чтобы все отработано, да. Тут даже скорее обратный какой-то есть процесс, какой-то такой замыливанный, да, то есть, когда долго работаешь, то есть, уже где-то, где-то пускаешь на поток, что ли, тоже это не очень здорово, ну, как бы все мы люди, все мы человеки, то есть, уже много лет. Тут, кстати, еще, ну, о тренере-то ладно, а вопрос еще и с учеником, ведь индивидуальное занятие, оно по определению ему сложнее. То ты так его делишь, там, на восемь-деечет все свое внимание, а так ты на него, там, бедного, там, кидаешь. А иногда же есть такие, ну, ты можешь это решить, не допонимаешь. И вот ты тебя долбают, там, это, а так можно где-то спрятаться в группе, да, чем-то, ну, какой-нибудь, там, Вася ответил, да, там, и ты вроде не уронил себя и при этом какую-то пользу получил. На самом деле, групповые занятия не так плохо, как они думают. Почему? Мне, наоборот, больше нравятся групповые, то есть, как бы, в моем возрасте уже на групповые лекции особо не походишь, да, то есть, ну, нет таких групп, к сожалению. Но тогда, допустим, проводились какие-то сборы, вот, еще была у нашей страны надежда, например, олимпиаду провести, да, то есть, я там проходила на сбор второй олимпийской команды. И вот, когда я приехала на сбор, у нас там было два тренера, Игорь Лысый проводил лекции и Юрий Якович. И вот сидел с таким восторгом просто, то есть, ну, это, во-первых, такой, как бы, немножко флэшбэк, да, из прошлого, что вот, когда ты сидишь, да, снимаешься в группе, и вот действительно было интересно вот именно на лекцию какую-то сходить. То есть, если у вас будут открытые лекции, я оставлю этот урок, я с удовольствием что-нибудь послушаю. Мне кажется, это наоборот здорово, потому что… Мы время от времени, ну, вот у нас проходит, когда мы кого-нибудь приглашаем, но у нас вот Екатерина Ковалевская, Екатерина Ковалевская, Екатерина Ковалевская. Ну, вот время от времени читала лекции, ну, прямо в этом году. Да, это очень… Ну, вот пообщаться, да, с таким классным шахматистом в чем-то нет, для ребят здоровых. Класс. А какие есть сейчас у вас конкретно планы? Ну, пока, да, как тренеры в первую очередь, да. Есть ли цели какие-то, например, у школы? Я знаю, что у вас есть классная, сильная команда юморов, да, которая вот сейчас играет в турнире, да, и в принципе… Не очень уж играют, они все сейчас пытаются. Пытаются, борются. Не, борются, да. Но у нас смена поколений, да. Вот есть ли какие-то там общие задачи сейчас, ну, например, у самой школы, да, может, там, какие-то места где-то что-то занять, кого-то вырастить? Ну, задача-то она никуда не девалась, она одна и та же, в общем-то, нормально, качественно работать, да, ну и на каждом отдельном соревновании, да, на каждом отдельном отрезке бороться, бороться, да, потому что ставить задачу обязательно что-то выиграть, ну, наверное, мы не можем, да. Сейчас у нас такая смена поколений довольно серьезная идет, тут еще и пандемия вмешалась, на самом деле. Вот сейчас смотрим по командному первенству России в списке, в общем-то, коснулось всех, вот эти последние года три коснулось практически всех школ, всех городов, так как какой-то средний уровень немножко упал. Ну, и по командному первенству Москвы, который был у нас последний, тоже видно, что всех коснулось, потому что мы, например, взяли пару медалей, которые мы вообще никак не рассчитывали, что мы их возьмем, вот что у нас, например, команда до 11 лет станет чемпионом, ну, чемпионом Москвы до 20 лет. Ну, даже все представители этого не могли, но вот они стали. То есть, видим, как там уже немножко, к сожалению, просил у всех, поэтому нам, не только нам, у нас спортивная школа в Москве, то есть, предстоит какая-то работа по возвращению какого-то уровня общего. Так... Ну, может, какие-то личные амбитии, то есть, у вас есть как бы все равно ученики, на кого-то, может быть, есть отдельные надежды, да, или тоже на какой-то там свой коллектив, который выращиваете? Хотелось бы. Но сейчас, да, к сожалению, вот идет команда первенства России, к сожалению, пока не очень удачно все складывается. Ну, какой-то... Это все у вас свои, да? Нет, нет, до 19 лет. Ну, так, в смысле не до 19, да, а уже постарше. Да, до 19 лет. Кто у вас там играет? Так, кстати, по составу, так вот, неплохо. У нас Настя Иванова, чемпионка России до 19 лет. Угу. Володя Московский, который был призером России прошлого года. И два призера, три призера Москвы этого года там участвуют. То есть, в принципе, ребята-то боевые. Может, какие-то плотности не хватает. Угу. Вот, кстати, это у нас есть проблема, и, наверное, такая даже общая какая-то, может, московская проблема. То есть, не хватает таких плотных турниров. У нас среди рейтинг, по-моему, 200 штук ребят. Ну, это не так плохо. Не так плохо, да. То есть, ну, конечно, хотелось бы лучше, но не так плохо. И вот им, наверное, не хватает таких вот именно плотных турниров. То есть, школьные турниры явно давно переросли. Угу. А в московских турнирах у нас можно пересчитать Сколько? Вот Москопен. У меня пальцы закончились просто. Не, ну, чемпионат Москвы среди мужчин. Да. Ну, и среди женщин, если, да, о девушке идет речь. Ну, а части команды чемпионат Москвы. Ну, так, тоже. Ну, вот, собственно, все, да. Потому что ЦДШ, он немножко там по уху не отстает. То есть, это надо, получается, куда-то выезжать. Угу. Ну, выезжать, это у нас совсем трудно. А это уже сложнее, да. И учеба, и деньги, и кто будет сопровождать и так далее. Угу. Когда вот я приехал в Москву учиться, да, и еще пока играл, да, вспоминаю это время, в ЦДШ был просто полон турниров, там, куча мастеров играл. Я, к стыду своему, я ни разу не сыграл в финале чемпионата Москвы. Я через полфинал не могу добраться. То есть, сейчас там, в принципе, дается объявление, и люди заходят все. Вот. А я тогда не мог пробиться через полфинал. То есть, такие были полфиналы. Угу. Ну, наверное, нет. Ну, вот, то, что их не хватает, турниров это правда. Угу. Ну, вы же как раз, вот, мы, так сказать, перед началом нашего интервью, так сказать, навели некоторые справочки о нашем сегодняшнем госте, да. У нас, между прочим, член детско-южеской комиссии. Вот, мы вот сейчас находимся в офисе Федерации шахмат Москвы. Вот сейчас как раз запишем, да, предложение, что надо бы плотных турниров, да, нам организовать. Но это уже были предложения, мы обсуждали, да. То есть, не могу, я не могу кидать камни в город Федерации в этом плане. Потому что любой турнир, это организация, это, возможно, финансы какие-то. То есть, это не все так просто. Раньше, по инерции, вот, в 90-е годы, начало 2000-х, может быть, была какая-то инерция от Советского Союза, оставшаяся, когда вот люди среднего, ну, к тому слову, бывого поколения, играли в шахматные активы. Угу. Да. То есть, я вот желаю, чтобы моим ученикам не с кем играть, но я же сам не играю. Вот. И таких много людей, которые сейчас, ну, вынуждены предпочитать работу, чем хотеть поиграть в шахматы. Потому что, ты полдня тратишь, ну, ясно, что, ну, там, у кого-то зарабатывают. Ну, да. И вот, даже здесь чемпионат Москвы, у нас, получается, играют какие категории? В чемпионате взрослых. В чемпионате взрослых. Дети и пенсионеры. И маленькая прослойка. Да. Тех, кому надо отобраться там выше. Да, выше. Вот она совсем маленькая такая прослойка, вот такого, ну, среднего возраста. Поэтому, вот, немножко детям не хватает вот этой плотности. Ну, в любом случае, мы, так сказать, еще одно предложение себе записали. По крайней мере, вдруг кто-нибудь из наших зрителей очень любит шахматы, захочет организовать на какое-нибудь плотное мероприятие. Да, нет. Тут суперзвезд не надо. Да, наоборот. Середнячок, крепкий, да, чтобы дети как раз по мне побороться. Получается, что, вот, как раз мы упомянули, там, вот, и детско-юношескую комиссию, да. Получается, что основной вид вашей деятельности – это тренерская работа. Да. Вот. Но в профиле фида было написано, что вы еще и арбитр, да. Причем, как бы, с категорией, да, какой-то. Есть такое. Вот. Часто судите что-то или… Сужу. Часто. Ну, сейчас так получилось, что в России больше ценится не арбитр федерального, а всероссийская категория. Она у меня закончилась полет назад. И я, честно говоря, полемился прогибом. Там все эти разные были причины. В общем, сейчас я как-то без категории, что ли. Может, так стоит. Вот. Ну, судить-то продолжаю. Ну, наши внутренние школьные турниры. Потом есть какие-то мероприятия московские. Ну, скажем, сейчас предприятие «Мостром» будет. Такое большое событие. Там предприятие всякие, игрокам разные. Ну, там сужу. Пока категория работала, судил там командный перец на России. То, что там участвовал. Угу. Ну, мы сейчас, в принципе, в том самом месте, где можно узнать расписание ближайших семинаров на всероссийскую категорию. Да? Обязательно его продлил. А работа какая-то вот общественная, вот как раз, ну, все-таки детско-юношеская комиссия, да, это все же такой орган, да, который, ну, должен, так сказать, коллективным разумом, да, принимать какие-то важные решения в направлении развития, да, детско-юношеского спорта. Много ли времени уходит на это? Как вообще это будет заработать? Да нет. Времени уходит немного, не буду грешить, ой, как сложно это будет. Я так устал, какие-то эти забрания. Вот. Ну, какой-то, конечно, отнимает из-за этого большего нервных окончаний, вот, или внимания. У нас как-то получается период, ну, то есть, я так думаю, что вот у нас сейчас начнется какое-то такое активное обсуждение, потому что учебный год, там первенство Москвы подходит постепенно, да, они обычно у нас в ноябре, конец сексембря-ноябрь, и вот сейчас уже стали опрашивать руководителей школ, то есть, когда мы четвертьфинал можем провести, когда полуфинал, вот какие-то такое. Потом у нас начнется наверняка какое-то бодание по поводу контроля, системы проведения, не знаю, взносов. А давайте сделаем по Бронштейну. Вот у нас этот вопрос вызывает очень много дискуссий. Ну, например, вот перед командным перерастом Москвы, да, много провели времени, вот именно вот в обсуждении вот этих деталей. Фишер, Бронштейн, Бронштейн, Фишер, по какой системе, две партии в день, ну, партию в день. Вот это много отнимает. Ну, каких-то сил даже, не то чтобы времени будет. Ну, все равно какая-то работа ведется, да, то есть, ну, и помимо того, что обсуждать что-то, да, то есть, ну, и, наверное, какие-то там тоже новшества, да, то есть обсуждение каких-то мероприятий, другого плана. Ну, то есть, получается, что, ну так, периодически, да, вас… Она вот как-то волну, да. Выдергивают, да, вот так. Выдергивают, да. Да, совершенно точно. Надо поработать, да, вот сейчас вот это пообсуждать. Хорошо. Хотела вот что спросить. Конечно же, да, для каждого ученика, да, каждому свой тренер, вот, но я думаю, что вы все-таки с таким уже огромным, колоссальным опытом можете нашим зрителям дать парочку рекомендаций, вот. И я бы хотела, чтобы вы посоветовали, например, что-нибудь почитать, например, юным шахматистам и, может быть, кому-нибудь уже с опытом, вот. И я думаю, что родители, которые тоже наверняка будут смотреть это интервью, вот что можно посоветовать еще и родителям спортсменов, да, которые переживают, трогают на себе волосы, когда смотрят партии на Чизбомбе, вот. Что вот можно им такого пожелать? Ну, тогда насчет последнего. Жилая родителям на это не смотреть сейчас. Ну, пока партия идет, ну, тяжело, да, такой соблазн, но, поверьте, вот когда, ну, я активно играл, у меня мама узнавала, если это было в Калининграде, то узнавала, она вот приезжает домой, это в результате. Угу. А если я уехал куда-то, ну, вот я приеду через 10 дней, и она узнает, как я сыграл. И, в общем-то, хорошо всем. То есть, меня никто не дергал. Угу. Так. И мама нормально там занималась этим делами. Вот, потому что сейчас, конечно, вот, когда идет все в прямом эфире, и тут, получается, ребенок, нет, если он победил, все хорошо, его со всех сторон поздравили. Ну, да, его, кот не туда, красный нарисован. Красный, да. Ну, вот, ребенок получает, ну, наверное, даже с трех сторон как-то проблему. Не проблему, а такой удар, что ли. Проиграл. Он проиграл, тренер ему что-то пропел, ну, и, да, мама с папой добавили. Вот. Мы проводили вот до пандемии, вот, после пандемии не было еще ни разу, мы проводили семейные турниры, когда играет ребенок и родитель, да, ну, такой блиц отличный. Одесса, ну, чтобы быстрый шаг, вот. И вот как раз перед началом каждого турнира я говорил, что мы этот турнир делаем для вас, родители. Чтобы вот вы, условно, зиму не фигуру, и ребенок, и сейчас мой ребенок может сказать, что папа, елки-палки, тра-та-та, потому что фигуру подставил. Вот. Или чтобы почувствовать что-то такое, что зиму может каждый, ошибиться может каждый. И, ну, вообще, это такая, ну, природа человека, да, то есть, злостная. Поэтому, наверное, лучше не смотреть. Получится ли это? Нет, наверное, не получится. Все равно люди будут, ну, пусть, все равно будут смотреть. Ну, я сам тоже родитель, я же тоже, хотя у меня не шахматиста, но вот, ну, что же такое, да, вот. Хочется, конечно, когда даже подзатырничек дать. Вот. Ну, надо стараться хотя бы минимизировать это. Угу. Что почитать из, ну, я думаю, что книжек, конечно, много хороших, ну, безусловно, Дорецкий, во всех его книжных апостасях, да, там, все это годно, все и читаемо. Мне очень нравится книжка Джона, она на себе это практически шахмат. Угу. Потому что она, вот, о многих вещах, как думает человек, как думает шахматист, как стоит думать, как не стоит, вот таких практических, сколько-то время расходов, да, то, что сейчас, ну, многим нужно. Потому что одно дело, есть абсолютный шахматист, ну, скажем, позиция абсолютного на компьютере, она хорошая. А вот играть ее, там, условно, может только компьютер. Угу. И вот эти вот вещи у него неплохо расписаны и, может быть, пригодятся подрастающим поколениям. Ну, я думаю, что и нам бы, да, тоже вот, почитать было бы неплохо. Ну, интересно, кстати, да, вот, мне кажется, не так много книжных материалов, да, вот, где теперь и про то, как думать, и про время расскажут. Нет. У нас классные книжки. Да, потому что, в основном, были какие-то узко-шахматные вещи, да, есть такие, которые, сейчас же книжки, нет, конечно, это все равно труд, вот, но он стал гораздо легче, чем, скажем, 15-20 лет назад, да, то есть, все-таки набрать легче, на компьютере проверить легче, да, подобрать позиции, в общем-то, тоже сейчас стало проще, вот, и очень много книжек таких, ну, явно, как бы, ну, насколь, что-ли, сделано, да, то есть, ну, так смотришь, вот, пролистываешь, я когда, ну, например, «Берест в России», например, подхожу к этой стойке, пролистываю, книжек миллион, да, вроде выбрать «Бориса Гельфонда», вроде, вот, неплохая, вот эта вот серия, да, по принятии разных решений. Да, да, совершенно точно. Мне кажется, вот, как раз-таки, ну, может быть, потому что автор все же, да, того же поколения, то есть, остался тем же мудрением, да, вот каким-то, вот, это, так сказать, личная тоже рекомендация, друзья. Потому что, как бы мы ни относились к компьютеру, да, мы можем говорить, что все изменилось, дебюты поменяли, шахты стали другими, ну, так-то, ну, так, но ты же за доской принимаешь решения самостоятельно, вот, и тебе приходится и считать варианты самостоятельно, и принимать позиционные решения, и контроль сокращается, и из-за этого у тебя зажимают все время в рамках, то есть, ты должен это делать быстрее. А, кстати, как считается, нужно ли вообще сокращать контроль, или вот, наоборот, подумать? Ну, опять же, это как бороться, как бороться с какими-то сервисами такси, да, ну, это уже как дамы, к сожалению, то есть, можно, давайте по старинке, ну, когда я активно играл, у нас был контроль, вот, детское первенство, там, области, первенство России, два на сорок, час на двадцать, полчаса до конца, семичасовый контроль, вот. И ты, даже если что-то напутал, не знаю, в дебюте, или еще что-то, у тебя было время раскачаться, подумать. Ты вот не помнишь, что это правильно, что ли, у тебя было там час, и ты, в конце концов, мог что-то высчитать. Сейчас так не получается. Подумать хорошо, но я думаю, что, опять же, это сейчас нереально. У нас вот, кстати, по Москве, турниров-то в девять дней практически не осталось. Ну, скорее, да. Вот мы боремся, мы еще так держимся, не знаю, сколько еще продержимся. У нас вот Мидрава Петросяна в девять дней идет в январе, детский турнир, и Здравствуй, Дед, в девять дней. Первенство Москвы в девять дней идет, а все остальные турниры сейчас уже семь. И даже его скопы, так, подрезанный. Ну, да. Ну, я думаю, что тут больше такой был вопрос именно с помещением, с реализацией. Я надеюсь, что это такое разное. Разное. Да, разное такое. Потому что, ну, и опять же, если мы будем опрашивать родителей, может быть, я уже и меньше стал тех, кто готовы деньги возить ребенка на турнир. Ну, в общем, с одной стороны, это данность, что все сокращается, с другой стороны, жалко, потому что они не успевают и стали много играть, в общем-то, вот, с одной стороны, не хватает полных турниров, да, то, что мы говорили, а с другой стороны, вроде турниров много, кто хочет, он начинает, он начинает обедать другие страны, просто играет везде. При желании можно играть просто нон-стоп, но тогда ты не успеваешь заниматься. Ну, здесь, конечно, нужно найти золотую середину, да, я думаю, что именно хороший тренер, да, отличный специалист, вот нам как раз все это дело и порекомендуют. То есть, получается, вот, здравствуй, лето и январский турнир, они все еще существуют, да? То есть, из года... Да, ну, вот, как вы, будешь соврать, 35-м, например, что ли, 36-м, наверное, вот в этом году. Немножко, правда, сроки сдвинули, чуть-чуть. Я просто нашла таблицы у себя дома, в 2003-м году приезжала вот играть, и у меня до сих пор в нашем Дмитровском шахматном клубе, где я выросла и занималась, висят фотографии как раз вот с этих турниров, то есть, у нас там ездила целая делегация, да, с нашего подмосковного городка. Вот там, вот по традиции, всегда вот на крылечке нас там всех фоткали, кто-то на лестнице стоит, да, все внизу. Вот с 2003-го года даже... Это за ростоле это, да? Да. Потому что зимой мы не фотографировали так. Да, да, вот заглядывали, как раз тоже у вас играли. Вот сейчас вот фотографирование, да, уже давно мы не делали такого, тоже поменялось, да, сейчас все в цифре. Ну, память просто вот... У нас вот в тренерской висит, вот все на стене, не знаю, сколько, сотни фотографий самых разных, но все уже довольно давнишние, потому что сейчас уже фотографии мало кто печатает, отошли от этого. Ну вот, да, турнир пока еще держится. Не знаю, сколько мы еще протянем. Ну, я надеюсь, что все же история этих турниров будет двигаться дальше. Я думаю, что у нас сегодня вышла прям классная и очень теплая беседа. Спасибо. Мне не то, что мы очень рады были видеть у нас в гостях. Спасибо большое за отличный разговор. Вот, у нас в гостях сегодня был Евгений Решетников, классный тренер, отличный собеседник. Немножко мы его засмущали своими комплиментами, да, но я надеюсь, что это интервью вам всем было очень полезно и интересно. Ну, а с вами была Федерация шахмат Москвы. Меня зовут Алина Бивол. Всем хорошего настроения и пока-пока. Всего доброго. До свидания. Продолжение следует...